Здравствуйте, друзья! У нас с вами гости на канале, которые ждут, не дождутся представиться. Представляйтесь. Я Алексей, а это жена моя Елена. А вы какие-то маленькие совсем, да? Молоденькие? Ну, 32, да? Можно уже так и коммереть. Ну, по сравнению с нами молоденькие. Вы бы у нас были младшенькие. Хорошо. Ладно, значит, теперь, откуда, чем занимаетесь вообще? Что с вами? Что за жизнь ваша такая? Мы из Украины приехали. Откуда? С Киева. Ой, к Яне. Так. Ну? Вот. Ну и оба айтишники. Вот. Собственно, муж начал чуть раньше, в тестирование перешел. Так, смотрите, оборудование такое? У меня менеджер внешнеэкономической деятельности. Но вам пригодилось? Но. Но я, получается, сейчас строю больше. Уже в Америке? Нет. В Киеве? Ну да, я в Киеве поступила, надо уже закончить в Киеве. Хорошо. Так подождите, значит, вам пришлось заниматься внешнеэкономической деятельностью? Отчасти. Одно из моих первых мест работы было, я трудоустраивала людей за границу, поэтому, в принципе, можно сказать, что это внешнеэкономическая деятельность. Когда вы сказали отчасти, я подумал, челноком была. Понимаете? То есть, она такая, как-то прямо не говорит. Почти роботорговца, наверное. То есть, вы как бы рекрутер такой. Хорошо. Да. Так, давайте хронологически, значит, с Алексея начнем. А вы где учились? Я учился в Национальном авиационном университете. Авиационном? Авиационном. В Киеве. Не совсем. Защитой информации учился. Есть такая специальность, прямо в авиационном? Даже более подробно называется специальность Защита информации с ограниченным доступом. И автоматизация ее обработки. То есть, это никак не связано с авиацией? В принципе, нет. То есть, чисто коммерческое учебное заведение, которое не знает, как привлечь студентов, и уже начинает просто рыночные какие-то модные вещи предлагать. Нет, не совсем. Почему? Смотрите, в аэропортах ведь информацию, если вскроют, подменят, А, то есть, есть уклон такой авиационный? Ну, что-то, в принципе, отдаленно есть, но, скорее, более общее образование. Хорошо. Вы более общо подучились в университете. Ну, может быть, там 23 года, 22 закончили. И чего дальше делали? 10 лет чем занимались? Ну, я параллельно с обучением еще работал. Учился я на завученном отделении. Так. В армию не забирали вас? Нет, вот как-то пронесло меня. Так, хорошо. Зачем в Украине большая армия отправили? Пусть у нас. Ну, вообще, у нас забирали. Содержать вас там всех на государственные счеты? Все, с кем я общался, все позабирали. Так. Ну, хорошо, ладно. Ну, не всех, многих. Итак, чем занимались-то? Сначала разнорабочим был, то там на стройке работал, то на мебельной фабрике еще во время обучения. Фото на документы делал, такое разное. Но вот, значит, на мебельной фабрике пришла мне в голову идея, что чем-то я не тем занимаюсь. Что нужно мне что-то, ну, что я могу просто что-то больше и более значимое. А я подавал на то время детали в станок кромковочный. В ДСП заходит деталька, ее кромкуют, кромку приклеивают, и с другой стороны ее обрезают. Значит, нужно вот эту детальку подать в станок, достать из станка и проконтролировать качество. Я был на экскурсии на заводе Тесла. Вот там пацаны то же самое делают, только с элементами корпуса, там со штамповочного этого пресса. Снимаются, и они вот то же самое делают. Так. Как? Вот где-то примерно такого рода работа заставила меня задуматься, что мне нужно двигаться дальше и, ну, что я могу больше. Так, понимаете, вы с супругой когда познакомились? Это уже позже было. То есть не то, что она вам сказала, бросай свою мебель, пошли делать в Москве? Нет. То есть она не повлияла на вас в этом смысле? Нет. Не повлияла. Скорее вот это решение меня привело к знакомству с ней, потому что я в итоге пошел работать в одну компанию, которая научила меня системному администрированию и обслуживанию 1С, такая программка есть бухгалтерская. В результате из меня получился системный администратор, я устроился на работу, где, собственно, и познакомился с Еленой. Я был там системным администратором, а она только приехала из Штатов, она по Work and Travel здесь была. Да. И была с переводчиком. Ну, а Глазки строила ли вы сами запалили? Строила, конечно. Да. Сегодня девки такие. Света, ты, конечно, и тоже не скидер. Год это мы как-то так игнорировали существование друг друга, а на второй так, типа, вроде заметили. Ну, хорошо. Мама ваша его одобрила? Да. Говорит, нормально, не пьет, не курит, не дерется. Да. Ну, тогда и пил, и курил уже. Ой, хорошо. Так, ну, хорошо, ладно. Так, как вас в Америку-то, когда и каким образом вас сюда занесло? Собственно, месяц назад, ну, чуть больше, наверное, полтора, мы переехали, Леша получил работу здесь, вот, по визе L. Так. Ну, собственно, я смогла тоже переехать. То есть вы работать тоже можете? Да. Я вот уже подала, жду, пока наконец-то придет разрешение работе. Ага. То есть подали разрешение на работу? Да. Так. И вы где-то в секретном месте работаете или в ВПАМе каком? Да, я работаю в компании ВПАМ. Так. Вот, собственно, с ними и переехали. Мы долго к этому шли. В каком качестве вы трудитесь? На данный момент я работаю разработчиком. Разработчиком на языке. Что-то вы про тестирование говорили. На языке Python. А начинал я, да, с тестирования свою карьеру в разработке программного обеспечения. Да. Я начинал с тестирования. Собственно, вот после моей работы с системным администратором грянул кризис 2008 года. Многие тогда лишились работы. К сожалению, наша компания обанкротилась. И я пытался устроиться куда-то на работу с системным администратором. Так это у нас кризис был, вот и что там. И у нас там тоже значительно был. Да. У нас там еще сильнее. У нас еще свой наложился кризис. А, окей. Хорошо. Собственно, те деньги, которые предлагали за работу с системным администратором, были просто смешные. И, собственно, не было смысла идти, потому что даже проезд на работу не окупал. Я не знаю, Светочка, откуда этот чай у нас в доме? Это нам подарили 25 лет. Друзья, нам подарили. Вот я показываю, показываю на камеру. Он фруктовый. Он фруктовый. И там в каких-то мешочках. А понюхай как пахнет. Я просто смотрю, чем... Мммм. Так, друзья, вы нюхаете на камеру. Если хотите черный, это вот чудо. Да. Вот есть просто черный. Спасибо. Кто-то нам подарил. Кто-то нам подарил. О, реально классный. Есть запашок, да. Ну, хорошо. Значит, то есть вы еще не совсем американцы. Вы, как бы, такие... In motion, как бы. Американцы in motion. Но нравится вам тут? Первый раз в Америке, да? Я, да. Жена моя уже дважды здесь была. Так вы нас так куда знаете? Мы ваш канал смотрели. Причем очень долго. Вот. Мы уже несколько лет, ну, там и в гринку играли. Вот. В общем. И, в принципе, думали переехать. Ну, и, соответственно, там, как бы смотришь какие-то каналы разные. Там, ну, что-то как раз релевантное про Силикона выдали. Ну, что-то про другие штаты. Вот. И, ну, вот смотришь. Да. Я просто ребятам говорю, что вот в скайпе написали, говорит, мы к вам приедем. Я говорю, ну, приезжайте. Света говорит, а хоть кто это? Я говорю, откуда я знаю? Ну, вот сейчас я спрашиваю, вы кто? Фотку прислали там. Ну, вот мы как раз к вам заходили тогда в школу, но вы были заняты, поэтому, ну, ясно дело, да. Бывает, бывает. Вот. А мы с вами селфи не делали? Нет, не делали ничего. О-о-о-о. Это, конечно. Да, да. Мы делаем селфи на фоне, там, партном компьютер школу, там, и так далее. А как вы в тестеред попали, рассказывайте? Я была рекрутером, вот, IT-рекрутером. А, инженерным все-таки, отлично. Да. А муж как раз тогда перешел к тестированию, ну, и чтобы ему веселее было учить эту всю теорию тестирования, я вместе с ним за компанией учила. Учила? Да, ну, а что? Ну, как бы он все равно читает книги, там, учит эту теорию. А так мы идем, там, типа, ну, там, на заведите тестирование. Это уже вы замужем были, или? Да. Ну, это мы как раз пожелились. Друзья, какие бывают? У нас время спрашивают, как создать редкую семью. Нужно иметь общее увлечение, да? Да, ну, общее увлечение, да, но это подвиг. Ну, хорошо. Такой подвиг с бенефитами. Не, ну почему? Я считаю, что знания лишними не бывают, поэтому, ну, мне, в принципе, для работы было полезно, потому что я тех же тестировщиков подбирала. А как вы учились-то? Ну, книжки читали, в принципе, там… Не то, что вы какой-нибудь скиллап там пошли или в Академию ШАГ там… Ну, скиллап тогда уже, наверное, был, да. Вот. Я потом, спустя какое-то время пошла в скиллап потом работать. Ага. Так, преподавали? Да, преподавали. Ну, не преподавала я там, ну да, условно. А я вот с их начальником недавно интервью делал. А я видела, да, Женя переезжал как раз сюда. Да, знаете Женю. Вот, да. Привет, передавайте его. Я еще работала на этом этапе скиллапа, когда Женя еще даже сам собеседование проводил. Да. Вот. Давайте, знаете, что-то… Вы немножко сдвигайтесь сюда, я к вам присоединился. Нет, наоборот, ты с этой стороны сидишь. Я с этой? Нет, я тоже буду чай пить, а что у меня чайник? С этой стороны. Нет, ты будешь пить с этой стороны, Слеточка, а я пойду к молодежи и буду вампирить молодую энергию. Так. Значит, пытаюсь камеру поставить так, чтобы нам всем тут хватило. Черт. Или фруктовой. Так. Давай фруктовой. Да. Значит. Так. Вы у нас по центру, так давайте сюда. Мы все-таки снимаем, нам важно, чтобы мы так хорошо угодили все в кадр. А это мы сейчас стрим снимаем. Нет. Это не стрим. Это всегда можно вырезать чайник. Всегда можно вырезать. Ну, так Кьюэль, вы пошли на курсы, чтобы мужа поддержать? Нет. Я на курсы не пошла, я просто училась естественную теорию. Книжки читали? Да. А он как, тоже сам по себе учился? Да. Ну, как бы у нас был знакомый, который… Да, я читал. Крепетировал. Ну, собственно, вот моя жена познакомилась на работе со своей коллегой. Ну, не познакомилась, она работала с коллегой. У коллеги был муж, и есть муж, который работал уже в тестировании. Угу. Угу. Вот, и моя жена познакомила меня с мужем ее коллеги, который, собственно, и сказал, а не пойти ли тебе в тестирование? Вот тебе книжка. Поскольку никакого толку к тебе нету, иди-ка ты в тестирование. Да. Нет, тогда просто как раз была отличная возможность. Вот системное администрирование… Тогда было легко работать найти. У меня был парень в 2011 году, он слушал мой курс на русском языке. Он был старшеклассником, то есть в школе учился. Написал резюме, пошел, его куда-то взяли на порт-тайм, просто удивившись, что есть такие люди. И вот он шел видео, снимал с сотового телефона, снимал видео, как он в компанию, на работу идет. Он совершенно обалдел. То есть было время до вот этих событий крымско-донбасских. Совершенно другой рынок был, то есть сколько хочешь всего. Да, и соотношение заработных вклад тоже было весьма удачно. Хорошо было. Угу. Ну что, ну вот система администрирования на тот момент уже как-то обесценилась. Говорят, сейчас айтишник гораздо лучше себя чувствует относительно других людей. Да. Да, потому что гривна упала. Из легальных способов зарабатывания. Блин. Не имеете, ну что за это сажают, нет. Да. Хотя, если много украсть, то посадят уже в рану, да, там уже по-серьезному сажают в годы. Вот. Не, ну вот я считаю, что найти из легальных способов зарабатывания денег, наверное, одна из самых удачных профессий. То есть не адвокат, не врач там. Ну, врачам тоже можно хорошо устроиться, просто для врача нужно учиться сколько, адвокатам, наверное, тоже можно хорошо устроиться. Да. Просто опять же таки адвокатов их очень много и, ну, мне кажется, тут уже лучше иметь связи какие-то. Да. Наплодили их, короче. Да. Хорошо, я не адвокатов, это родственники, судьи, чтобы заносил там на доверительных основах. Да. Ну, а всем остальным, ну, вот, очень сильно зависит там от компании, где ты устроишься и так далее. Потому что, ну, вот как-то, все-таки IT, оно больше привязано к зарубежному рынку, да, то есть там Европа, Штаты. Или в долларах платят по тысячам. В долларах, да. Вот, поэтому, ну, вот очень многие, когда переезжают, говорят, что там кто-то переезжает за, там, большими деньгами. За длинным рублем. Да. За длинным рублем. Да. За длинные гривни. Вот. Это все неправда, потому что мне кажется, что лучшее соотношение зарплат к затратам, вот, действительно, в Украине. Когда мало зарабатываешь, а когда ты высокого класса. Ну, вот, айтишник. И когда ты можешь… Айтишник. Да. Бесприличный. Когда ты работаешь, там, скажем, в Фейсбуке, в Гугле, там, получаешь свои 400 тысяч, то надо просто быть классным. Ну, вот, если взять среднестатистического, да, то, ну, вот, в Украине действительно одно из самых лучших соотношений. Да. Но перспектива очень плохая. Вот жизнь наладится, гривна вырастет, и будете вы, как все остальные. Да. Это правда. То есть, как бы, совершенно не с чем будет растопыриться. Да. Вот это сейчас. Поэтому перспектива не важна. Ну, хорошо, ладно. А сейчас еще и налоги нам хотят подрезать там. Подрезать это и увеличить или с ней? Увеличить. А, то есть, наверное, накидывать. Подрезать это обычно. Подрезать зарплату. Подрезать то, что станет. Да. Хорошо. Ладно. Значит, ну, вы знаете, что, мне кажется, что, как ты говоришь, суровость российских законов, значит, компенсируется необязательностью их исполнения. Вот то же самое в Украине. То есть, можно бы увеличить налог, но нет, что с вас кто-то что-то возьмет. Нет, ну, когда белая зарплата. Ну, откуда у них белая зарплата? Да, у нас там не совсем она белая. Ну, как бы, тут спорный момент. Хорошо. Движемся дальше. Движемся по американской стезе. Значит, какие планы вообще? Подождите, подождите. Вы поработали тестером? Да. Сколько? Сколько? Часть, пять лет. Ну, я уезжала, я уже лидом. Какого плана вы, тестер? Я уже уезжала, когда я лидом. Лидом тоже не положу. Нет, здесь вам нечего стесняться. Так скажите, что вы... Хорошим языком у вас заходите. Какого плана вы тестером лид? Что? Что тестируем? Все. Ну, я разные тестирую. Нет, ну, есть же специализация по тестам. А, все. У меня, ну, большой опыт достаточно. В принципе, больше, конечно, с вебом, с энтерпрайз продуктами. Вот такого плана связано. Угу. 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 А последняя компания, в которой я, собственно, работала, там, JavaScript. Вот. Больше был. Я понял. То есть вы не пользовались там Selenium каким-нибудь. Не, Selenium тоже был. Хорошо. ручку золотили вам или так что зарабатывают лиды очень сильно зависит от компании в принципе но вот если взять такой типа средняя зарплата лидов наверно от двух 800 начинается и вот наверное долларов можно жить до 3 в киеве да в польше чуть ниже за счет налогов получается давайте теперь давайте про польшу про польшу еще не было давайте про польшу да лёша нас перевез в польшу через ипам опять да мы собственно связались с ипамом с целью дальнейшей релокации и значит это был какой год у нас это был шестнадцатый год да очень большой в киеве уже сегодня я насчитывал 10 офисов а вы видели у нас видео с любой из киева люба высокая красиво старая она была в гугле через типа много гугли из гугла такая красавица она там была по моему сразу про джиг менеджер привезли привезли такая люба ух что-то она уже пропала как она замуж вышла родила ребеночка и кот исчезла с наших радаров уже пошла свои дороги ну своя жизнь да хорошо так у вас так не получится вы уже замужем значит они уже здесь они уже здесь значит ипам нас перевез в польшу я был тестировщик автоматизатор синер поехали с ними автоматизировал на джавис плюс селениум год проработали в польше как там вообще можно жить хорошо где вы жили-то где кракове красивый старинный город отлично война не затронула его до меньшей степени кто-то как-то затронула на старый город в основном целе хорошо значит теперь что вкусно готовится есть так если дата сейчас ищики вернулись тоже балдеем просто так красиво и так вкусно ну ведь в Киеве тоже должно быть вкусно или как-то не в Киеве вкусно там привычно вкусно а там очень вкусно просто к той кухне не привыкли когда вы немножечко здесь поживете туда приедете скажите боже как в Киеве вкусно то да но у нас вот гость был из Львова или Ивана Транкопска я не помню там был гостью он говорит ну здесь конечно вкусно но у нас вкуснее да ну хорошо а китайцы вот в той же Чехии вообще только по китайским ресторанам ходят вообще не перекасаются но здесь тоже мы заметили в китайских ресторанах прям прям очереди такие из азиатов дело в том что если хороший китайский ресторан то туда идут китайцы если он плохой то идут американцы которые не понимают что китайский аутентичный они адаптируют под широкую аудиторию и уже китайцам не так интересно зато ставятся интересно американцам там всем а если он очень аутентичный то другие уже и не пойдут но есть такая примета говорят что если какой-то китайский или японский ресторан и там нет китая там нет так чтобы много китайцев и японцев лучше они ходить это не тот ресторан вот а если есть их много вот их прямо вот это правильно если ты хочешь именно такую еду да ты едешь суши кушать ты хочешь было много еду так давайте давай про польшу значит в польше было хорошо вкусно питались дальше много путешествовали по европе или по польше и по польше по европе мы вообще никогда не интересовались замками но оказалось что вокруг самого только кракова куча уцелевших нот причем в идеальном практически состоянии замков мы так накатались по этим замком потом по всей европе там и в том же а чем тогда в америку ну подожди здесь посмотрели все замки уже не осталось нет дело в том что вот мы были сейчас чехии и мы встречались там с нашими подписчиками и нам все эти очень понравилось ну опять мы же со своей колокольни смотрим спокойно расслаблен нет это не так каждый может по штучке я специально так положила чтобы не было соблазнов значит и они все говорят мы в америку хотим и в америку хотят отчего в америке то здесь работа с утра до ночи как вы правильно сказали на начальном этапе денег остается немного в основе с по новодолине а еще и с одной зарплатой да пахать нужно мама не горюй а бенефитов то непонятно вообще что там как получится поэтому непонятно вот как стремление такое вот пусть и расскажут да вот если у вас польша было все хорошо вы катались все вам хватало денег чтобы жить с удовольствием то есть на все хватало а мы работали оба или вы на день сначала лёша только работал но нам все равно денег хватало потом еще начала я работать и и вообще зашли а вы что делаете ну хорошо тогда вот можно тестировать автоматизировать если зашибись и на все хватает вот чего из европы валить сюда где все другое какой какая мотивация мое субъективное мнение что здесь больше возможностей то есть вот как вы правильно сказали европа очень классно там очень спокойно и жизни и там вот ты можешь если например ты семейный если ты не любишь там динамика какую-то вот ну там продвижение карьерные это или новые технологии какие-то то вот там это идеальное место потому что там ты можешь там найти работу спокойно работать с девяти до шести уходи домой они с 9 до 6 все вас нам работать с 8 до 4 это вообще чуть полдня свободных это прям класса гулять и гулять магазины по выходным открыты или закрыты закрыты в воскресенье закрыты вот это большие преимущества в германии нет да это очень большой напрям когда все мы только шопать идем а ну все закрыты как бы не но такие вот шопинг-молы они открыты по выходным а вот если говорить про праздники туда в основном закрыты но есть там сеть магазинов которая называется жабка она открыта всегда носит у это лучше чем в германии где мы приехали и вообще при выходной день и вообще никуда не попадешь хорошо так идем дальше значит жить удобно комфортно там есть среда как говорят 6 миллионов украинцев сейчас в польше живет очень много украинцев это правда они прям общаться прямо идут чтобы украинскую мову разговаривать или как как понять бывает украинскую мову бываю российскую мову ну и поляки сами по себе очень приятные нет такого чтобы плохо относились к людям с украины я не встречала наоборот мне кажется исторически были трения как бы мы знаем там у меня на работе ну вот очень много исторически вот мы вспоминаем тараса бульбу трение сейчас даже искусственно подогреваются я встречал стороны с третьей стороны со сми встречал на заборах надпись типа украинцы вон но написано латинскими буквами и написано вон с буковкой в которого в польском алфавите вообще нет москали значит пишут значит пишет кто-то другой и это пишется но явно для того чтобы просто снять это на видео и потом все то есть каких-то таких ущемлений украинцы вообще замечено как-то когда проходили интервью в американском посольстве на статус беженца тогда еще 30 лет назад там ну там люди в очереди стоят общаются и там был какой-то дяденька и ну и вот как какая-то фотография у него была в руках значит и он показывает вот так вот там у него и там написано что-то там не помню фамилию там типа лившиц там в общем лившиц вон из россии значит написано мелом на к хорошем заборе дачи его подмосковный и так далее я буду а что же мелом то будет ну жалко же забор краской-то давай так вами что двигателя двигало что вы сказали и по мунука и по мунука и по релакейте меня ищет куда-нибудь хотели посмотреть что-то еще интересно то есть вы просто непопытные но на самом деле у нас изначально был такой план что мы переезжаем в сша а ну то есть все таки это для нас долгосрочная программа была такая да значит по переезду в сша как у вас на канале много рассказывается был были несколько вариантов были h1b визы l1b визы были там еще о визы но в общем мы выбрали из всего так звонят так у нас сейчас новая группа формируется в онлайн-классе там я должен там человек двести оприходовать вот там от вчера до понедельника про собеседовать ну нет но у них вопросы возникают и там деньги платят получил дача день заплатил хотите чтобы ему лично сказали что получили то есть хотя мы конечно говорим но мы обычно пишем там skype ну а приду сяду там пропущу там десяток там всем отпишу потом приду еще раз сяду еще по десяток но все-таки суббота друзья у нас суббота шаббат шалом короче да вот отлично погода шикарная мы еще пойдем погуляем у меня в час сейчас у нас пол двенадцатого в час у меня с юрой с паскоковским тренировка будет а мы тут пока вот беседы значит вам давно хотелось долгосрочно в сша но для того чтобы попасть в сша нужно было по эльвизе по правилам эльвиза отработать в компании за пределами соединенных штатов полтора года даже не будет ну там чуть больше года хорошо но вы хотели вы лично в сша чего хотели я лично в сша хотел по нескольким причинам во первых это сильная экономика во вторых это один язык который используется во всем мире то есть в принципе кроме английского можно другого языка не знаю во всем мире он используется его можно использовать практичный конечно то же самое с валютой собственно можно не думать о курсе валюты есть одна валюта это доллар и ею в принципе можно расплачиваться везде возможности работают они так замутили ты вроде а в чехии таком еще евро берут всюду а доллары только в праге местами а вот допустим вот в барианских лазнях где мы были там доллар вообще не берут никто даже даже не руки вьетнамцы где-то кеша берут у них есть доллары они берут и доллары тоже не брезгуют но вот таких более менее легитимных заведениях доллары не берут только евро ну хорошо плюс возможности карьера карьера в штатах мне кажется какой хочется карьеры чего вам хочется вообще хочется заниматься чем-то значимым то есть не то чтобы я хотел очень много денег мне хотелось бы что-нибудь очень серьезное и очень значимое для не просто для какой-то компании для человечества вообще я вас понимаю но как человек который всю жизнь только для человечества и в общем в основном но могу сказать что в вашем возрасте надо хотеть и денег тоже но это само собой не только для человечества это же что вам вообще я считаю что когда ты делаешь даже не для человечества хотя это важно когда ты делаешь что отчете оттащишься от этого сам ну и конечно должно быть кому-то нужно кроме тебя бывает так тащишься смотришь через бутылочное стеклышко и тащишься эти за это денег не дадут но если ты что-то для других делаешь то скажем раздаешь детям стеклышки уже можно с родителями взять там парить пару центов так вот я к чему говорю что когда ты делаешь что-то общественно значимое и тащишься во-первых от того что оно общественно значимое во вторых от того что тебе нравится это дело тебе же и особо и не нужно много денег но все равно сыпется на тебя потому что ты встал в такое место где вот этот золотой дождь и идет ну в принципе на том этапе карьеры на котором мы задумались о переезде у нас уже с деньгами вопросов никаких не у нас уровень вполне достаточный заработка и такого стремления чтобы получать еще больше уже нет у нас был такой момент тоже когда думаешь куда столько потом как-то это решается вопрос можно там какой-нибудь дом себе купить Land Cruiser какой-нибудь но нужно ли это это отдельно хочется другого да да захочется купим значит чтобы вы давайте по отдельности вот мужская линия и женская значит что бы вы посоветовали тем кто сейчас живет там в украине в киеве не только в киеве как им прийти в состоянии когда уже о деньгах не думают это какой линии вопрос это вот начнем с вас я считаю что в украине множество вариантов заработка не только эти нужно их искать вот жалуются люди говорят нет нет возможности надо ехать вот невозможно все плохо то сюда в украине реально мне кажется все очень хорошо и нужно просто брать и работать перестать жаловаться ну подойдите будете деталь вытачивать на станке ну ну что что вы заработаете или в шахте в шахту будете там ну я не знаю чем там но есть вариант получше на всех хватает я бы сказала что вариантов даже больше чем людей которые готовы их реализовать например хотели мы себе установить кондиционер как вы думаете сколько времени нужно в киеве при наличии большого количества компаний которые этим занимаются вот чтобы вам установили кондиционер я бы сказала ну день может быть неделя нет бывает что нужно во-первых надо прийти сделать замер где его поставить но все равно чтобы установить надо прийти сделать замер надо какой-то крепеж принести это за понять электричество может быть надо какую-то отдельную розетку сделать нет можно и за три дня у нас у нас человек который этим занимается это контрактор он если за неделю сделает пять так он получит пять раз больше я с этим согласна так вот собственно установка кондиционера если у тебя уже есть кондиционер это не стоит затратное дело может быть им меньше денег и меньше вот из-за этого мы искали человека который готов будет это сделать вот я не знаю несколько месяцев точно значит я думал что когда вы начали эту историю я подумал что значит он что у вас кондиционер был вы подумали фиг мы будем деньги платить он установил сам этот кондиционер после этого написал на фейсбуке после этого сделал компанию которая устанавливает кондиционер и делает все за один день возможности есть но на самом деле можно даже еще одну дополнительную компанию по установке кондиционера открыть и у тебя тоже будет спрос потому что заказов у таких людей намного больше чем они могут их реализовать да это сезонная отчасти потому что все таки большое количество заказа обычный люди которые жалуются что им не хватает денег это люди которые работают по найму потому что когда ты работа когда ты предприниматель то в общем то от тебя в основном зависит или не тем занимаешься надо поменять сферу или надо там пойти занять денег и расшириться или там еще что-то или просто задницу оторвать и побегать когда ты на работе ты на работе ты ну ты пришел там не за там с 7 утра там до 4 там постоял у станка ну что вот где тебе взять день ты можешь пойти на другой завод это все что он может может завода перейти на завод она может одного станка пересесть на другой почему он не может выучить что-то еще ну что он никогда ничего не учил раньше он не понимает как это взял и выучил если бы он выучил раньше выучил бы уже что-то делал я считаю что сегодня мир сильно изменился по сравнению с тем что было скажем в 90-х годах на сегодняшний день то что ты выучил использовать на протяжении всей жизни уже невозможно сегодня мир таков что нужно постоянно учить что-то но если ты не можешь заработать с тем с теми знаниями которые у тебя есть нужно зарабатывать новое знание вот путь как бы ты из маленького принца что ли это откуда-то нужно бежать вовсю прыть только чтобы оставаться на месте а чтобы двигаться вперед надо бежать как минимум вдвое быстрее ну да где-то так на самом деле какая-то часть правды в этом есть ну вот что тем не менее вот в польше они же не надрываются а вот у станка стоит и тоже живет правильно в польше заработок совершенно другой в польше мы как айтишники зарабатываем мы зарабатываем столько же сколько в украине но при этом столько же сколько скажем водитель автобуса автобуса где в польше в кракове то есть обычные рабочие на стройке или водитель скорой помощи или водитель автобуса получает как программист получает вы знаете что вот в советской стране водитель автобуса не трамвая но вот автобуса получал ну существенно больше чем скажем ведущий инженер кб существенно больше а если уже был дальнобойщик это даже представить как как доктор наук завкапедры получил плюс приворот конечно это водила такой серьезный получал очень прилично а почему есть троллейбуса троллейбуса легче водитель почему ты меньше я не знаю они как-то меньше а так ходишь вот это со мной в hsbc работали в польше в будущем работал парнишка у него брат был официантом а он был разработчиком он был на тот момент мед медл джава разработчик вот и он говорил что я получаю столько же сколько мой брат младший официанта с чаевыми там потом не очень не там вот именно это в основном чаевые кольше дают чего это хорошо дают или как ну где-то 10 процентов дают насколько хорошо я не знаю не работал в этой сфере поэтому сказать не могу не ну хорошо потому что в основном вот официанты все на чаевых и держится вот поэтому ну вот он за счет чаевых вот и ну какой-то ставки небольшой он получал столько же сколько джава разработчиков больше то есть такое в социальном отношении более сбалансированное такое усредненное общество поэтому приходится программиста привозить откуда-то потому что если можно столько же зарабатывать просто так вот не учась и не иссушая мозги то какой же смысл иссушать мозги если можно из украины привезти в целом да ну и рынка на 2014 год в польше насколько мне известно не было по программистам то есть не было и спроса а вот когда все события произошли в украине да наши компании такие как люксов тепам global logic начали активно открывать офисы именно в польше с тем чтобы перевести бизнес своих клиентов подальше от нестабильной зоны это было по большей части требования больших банков клиентов да и очень много людей вот связи с этим перевезли именно вместе с проектом целая компания он забирает целое дело открывает офис в польше всех людей многие это делали чтобы забрать офисы из российской федерации потому что санкции а даже если еще не на тебя санкции туда ты опасаешься санкции и на определенном уровне как бы требуется какой-то уровень искать чистоты и определенности я помню вот выводили там из москвы тот же люксов там но это все риски для бизнеса бизнес уходит из нестабильной зоны там где есть риски он приходит туда где более спокойно собственно так появился рынок в польше увеличился значительно увеличился рынок в польше и сейчас в кракове ипам тоже очень активно растет то есть вы как бы рекомендуете да то есть кроме ипама вот как еще в польшу попасть разработчик вы знаете вот что самое интересное на сегодняшний день у украины есть без виз польши и любой украинец может просто поехать в туристических целях так а там уже 90 дней если не изменяет можно беспрерывно находиться в евросоюзе вообще без виза то есть вы просто берете покупаете билет на автобус или скоростной поезд пересекаете границу а дальше собственно вы уже в польше и никто не запрещает вам ходить по собеседованию многие компании готовы ввиду кризиса кадров не кризиса недостатка дефицита кадров готовы оформлю заняться оформлением документов разрешение на работу получить тем более что это недолго занимает месяц ну что же друзья я считаю что мы полезно побеседовали с позитивом вышли в конце дали надежду можно сказать зеленый свет включили шлагбаум подняли там на польшу и давайте мы теперь пойдем гулять давай прощаемся с нашими зрителями